Временное правительство во главе с лучшими людьми страны, а во главе этих лучших людей стоял самый лучший князь Львов, кинулись управлять страной. Но вдруг выяснилось, что управлять такой страной, как Россия, очень непросто. Это Антон Керсновский, замечательный русский историк, живший в эмиграции, писал, «Великой страной взялись управлять люди до той поры, не имевшие никакого понятия об устройстве государственного механизма. Пассажиры взялись управлять паровозом по самому учителю и начали с того, что уничтожили все тормоза». Знаменитый приказ номер один. Разрушивший дисциплину в воюющей армии, передавший решение всех важнейших вопросов от генералов и офицеров кадровых военных к советам солдатских депутатов. Фронт был разрушен. Этот приказ вначале издали советы депутатов трудящихся, а затем его подхватило и Временное правительство. Особые усилия здесь проявил Александр Федорович Керенский. 5 марта принимается не менее поразительное решение. Одним розчерком пера Временное правительство упразднило всю русскую администрацию. были отрешены от должностей губернаторы и вице-губернаторы. Вся вертикаль власти рухнула. Князь Львов, глава Временного правительства, начертал. «А назначать никого не будем. На местах выберут. Такие вопросы должны решаться не из центра, а самим населением. Будущее принадлежит народу, выявшему в эти исторические дни свой гений. Какое великое счастье жить в эти великие дни». Страна разрушалась на глазах. Следующим перлам Временного правительства, в стране, где рухнула военная дисциплина, шестимиллионная русская армия. С фронта, ну пусть не все, но значимая их часть, рванулись назад, в Россию, к домам. Стали дезертирами эти вооруженные люди. В этой стране упраздняется полиция, жандармерия, уголовный суд. Страна погружается в хаос бандитизма. Кровавая революционная масса – вот чем стала Российская империя. Но это было еще не все. Надо было вернуть из заточения всех узников кровавого царского режима. И из тюрем, из ссылок выпорхнули птенцы Керенского, так их называли. Уголовники и террористы. Именно из них в том числе стали набирать новую народную милицию. В то же время, фактически отменив дисциплину в армии, Временное правительство провозгласило войну до победного конца. Таким образом, новому правительству, Столь долгожданному нашим прогрессивным обществом, Буквально в считанные месяцы удалось обострить до предела Все существующие противоречия в стране. Разрушить государственный аппарат, полицию, армию, разведку. И развалить экономику. Естественно, на страну, как лавина, обрушился сепаратизм. Я уж не говорю о том, что стали отделяться и Польша, и Финляндия. Стали отделяться прибалтийские регионы. Но эти же процессы начались в Сибири, в Закавказье, на Украине. Если вспомнить, сколько самостоятельных правительств было на территории России уже в 1918 году, То мы не ошибемся, если назовем несколько десятков. Несколько десятков. Россия, по сути, перестала существовать. Немцы наступали. Фронт приблизился к Петрограду. И только тогда наши великие и прекрасные создатели нового общества, прогрессивные деятели, надежда и упование Всего просвещенного российского общества поняли, что они натворили. Почему же заговорщики так торопились? Вот признание Павла Николаевича Милюкова из его письма к соратнику по партии Иосифу Ревенко. Это письмо он написал уже зимой, в январе 1918 года, когда понял, в чем он участвовал. Вы знаете, что твердое решение воспользоваться войною для производства переворота было принято нами вскоре после начала этой войны. Заметьте также, что ждать больше мы не могли. Ибо знали, что в конце апреля или в начале мая наша армия должна была перейти в наступление. Результаты Коева сразу в корне прекратили бы всякие намеки на недовольство и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования. Никакая революция после наступления весенне-летнего была невозможна. Об этом же говорил и государь-император Николай II. В беседе с близкими ему людьми, с губернатором Могилева-Пильцем и председателем госсовета Иваном Григорьевичем Щегловитовым. На вопрос, почему он не пресекает действия заговорщиков, которые, в общем-то, были очевидны для многих. Государь объяснил, что во время войны закрывать Государственную Думу, прибегать к резким движениям не стоило бы. Это вызвало бы еще большее революционное волнение. Но после начала весенне-летнего наступления, после побед, неизбежных побед русского оружия, после того, как русская армия займет в ближайшее время Вену, Берлин, Константинополь, вот тогда, вернувшись с победой, можно было бы и общественную жизнь привести в порядок. К сожалению, император Николай Александрович просто не успел этого сделать. А самое главное, он никак представить себе не мог, будучи абсолютно порядочным человеком, и предполагая такую же порядочность в своих соратниках, что генералы попросту его предадут. Уже вскоре после революционных событий, когда ничего уже невозможно было сделать, страна разваливалась на глазах, и творцы переворота понимали, что это в первую очередь их рук дело, вместо восторгов последовало глубокое, но бесплодное и позднее раскаяние. Вот что пишет Павел Николаевич Милюков. История проклянет вождей наших так называемых пролетариев, но проклянет и нас, вывзавших бурю. Спасение России в возвращении к монархии. Но признать этого мы просто не можем. Вот тот стержень, на котором держалась Россия, его уже не восстановишь. Признание это есть крах дела всей нашей жизни, крах всего нашего мировоззрения, которого мы являемся представителями. Кадет Василий Маклаков, тоже деятельный участник февральских событий, пишет. Во время нашей революции все кумиры общественности умели только ругать власть, но не умели управлять. Алексей Риманович Эверт, один из командующих Западного фронта, после того, как совершался на его глазах весь этот ужас, говорил, а все-таки, чем не оправдывайся, мы, главнокомандующие, написавшие письма императору с требованием отречения, мы изменники присяги и предателей своего государя. О, если бы я только мог предвидеть несостоятельность Временного правительства и Брест-Литовский договор, я никогда бы не обратился к государю с просьбой об отречении. Нас всех ожидает та же участь и по делам. Он провидел свою смерть, которая последовала в самое ближайшее время. Вообще, военные, когда начинают заниматься не своим делом, политикой, впрочем, так же, как и священники, в данном случае я, прошу прощения, политикой не занимаюсь. Я просто пересказываю с тревогой, пересказываю события истории. А вот когда и наш брат священник, и военные начинают вмешиваться в политику, ничьим хорошим это не заканчивается. Так же, как не мог простить себе соделанного им и генерал Алексеев, начальник генерального штаба, тот самый, который вместе с Гучковым и Радзянко требовал от командующих фронтов писем к государю об отречении. Вот когда говорят о том, что в Царской России не было социальных лифтов, вот лучше всего вспомнить судьбу генерала Алексеева. Начальник генерального штаба, сын крестьянина и внук крепостного. Так же, как и все другие командующие генералы, именно Николаем Вторым был выпистолан и поднят на высоту командования. генерал Алексеев пишет, «Никогда не прощу себе, что поверил в искренность некоторых людей, послушался их и послал телеграмму главнокомандующим по вопросу об отречении государя от престола». Он написал об этом через несколько дней после отречения Николая Второго. Сразу все сообразил, сразу все понял. Но тоже поздно. Раскаялся и Александр Иванович Кучков, тот самый главный двигатель заговора. Ненавидящий царя. Революция, власть при многих своих недостатках была права. А революция при многих своих достоинствах была неправа. Пуришкевич, монархист, который развозил по фронтам, будучи членом Государственной Думы, пасквили о государе и императрице, который развозил знаменитую речь Павла Николаевича Милюкова, который он произнес в Думе 1 ноября 1916 года. Глупость или измена, где Милюков впрямую обвинял императрицу и приближенных Николая Второго в государственной измене и работе в интересах вражеской армии. Так вот, этот монархист разразился даже... Не буду иронизировать. Не буду, потому что они действительно несчастные люди, совершившие кошмарные совершенно ошибки. Так вот, он написал даже стихотворение. «Русское имя покрылось позором, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя». Вот это как раз про это. Но, быть может, самое яркое раскаяние и самое яркое свидетельство произнес Александр Федорович Керенский. В 1961 году, будучи уже в эмиграции, конечно же, в Америке, он давал интервью одному из крупнейших американских изданий. И журналист спросил у Александра Федоровича, «Можно ли было избежать победы большевиков в 1917 году?» «Можно», отвечал Александр Федорович. «Для этого надо было расстрелять всего одного человека». «Ленина?» «Эти истинные революционеры, не те революционеры-неудачники, как бы Ленин, Чернов, СССР, Троцкий, которые и не подозревали о революции, а те, которые по-настоящему сделали революцию. Зачем же они это делали? Они, во всяком случае, сами говорили о том, что делали это только в интересах России. И я им верю, почти. Я им верю, потому что они готовы были жизнь отдать за Россию, за те идеалы, к которым они стремились, за свободу народа, так, как они это понимали, за будущее России, так, как это строилось в их несчастных головах. И желая всякого блага своему Отечеству и своему народу, они передали власть Владимиру Ильичу Ленину, который по отношению к России сказал просто и незамысловато. «Дело не в России. На нее, господа хорошие, мне наплевать». Это его слова, сказанные Владимиром Ильичом старому большевику Георгию Соломону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова